Сидишь в инстаграме перед уроком, Вики? Привет, Вики! Как дела? Погоди секунду, я сделаю крутую модельную фотку. Эй, откуда этот ветер в волосах? Вау, ты отлично выглядишь. Я знаю. Поправлю-ка я макияж? Ого, это что, правда я? Я так и знала, надо было лечь спать пораньше. Зачем я вообще сегодня пришла? Ого, я такая бледная. Погодите-ка, кажется я знаю, как добавить цвета на это лицо. Есть цветные карандаши под рукой? Идеально. Налейте в стакан воды и положите несколько цветных карандашей острием вниз. Оставьте на пару минут. Смотрите, сейчас будет магия. Прошло уже 10 минут, достаньте этих малышей. Теперь, когда кончики карандашей мягкие, ими можно подвести глаза. Посмотрите наш радужный урок. Окей, Вики, я готова к своему дебюту в стори. Ого, так ярко. Как ты это сделала? Я покажу после урока. Это проще, чем ты думаешь. Та-да, видишь? Окей, сделаем быстрое селфи, пока урок не начался. Да, шикарно, девочки. О-о-о, классический воздушный поцелуй. Привет, богиня радуги. Поздравляю, сегодня среда. Самый дурацкий день недели. О, я, похоже, задремала. Да блин, смотри, что я сделала. Не знаю, как это исправить, вообще нет идей. Вики, смотри, что случилось. Я испортила тетрадь. Погоди-ка. Я думаю, я знаю, что делать. Эти кислые лимоны определенно исправят ситуацию. Вот, возьми. Ненавижу лимоны. Их не есть надо. Смотри. Видишь, они стирают маркер. Вау, ты заколдовала эти лимоны или что? Окей, продолжаем работу. Все еще не верите, что трюк с лимонами сработал? Тогда смотрите сюда. Протрите кусочком лимона волнистую лимонную линию. Вот так. Видите, она исчезла. Эх, от всей этой учебы только хочется есть. Да, Мия? Обед просто шикарный. Попробуем-ка. Шоколад, о да. Ой, это была последняя? Жалко. Ничего, кроме пакета моркови, чтобы порадовать девушку. Этот банан лежит тут с 2015 года. Сколько ему? Я точно не попробую ни кусочка. Погодите, у меня крутая идея. Я сложу эту скучную морковь в пустую упаковку из-под шоколада. И туда же положу банан. Закроем коробку и подождем, пока кто-нибудь придет. Интересно, кто это будет сегодня? О, привет, Вики. Что на обед? Ну-ка, давай посмотрим. Наверное, суши. Открой-ка. О, яблоко и сэндвич. Круто. Мия, может поменяемся? Что скажешь насчет этого? А почему бы и нет? Давай. Эм, этот старый банан не похож на шоколад. А это еще что? Морковь? А, окей, Мия, за что ты так со мной? Отдай мне мой сэндвич. Нет. Но он мой. Да ладно, у меня на этой неделе два экзамена. Это сейчас лучшее, что произошло в моей жизни. Да, но оно мое. Да ты, похоже, шутишь. Я умираю от голода. Что ж, я в последний раз обедаю с Мией. Это точно. Я отомщу. Даже если это последнее, что я сделаю. Ммм, еще одно прекрасное утро. Время почистить зубы. Вчера вечером я ела курицу с чесноком. Так что сегодня утром мне понадобится много мятной пасты. Минуточку. Это напоминает мне... У меня никогда не было возможности отомстить Эмми за то, что она съела мои орео. Это будет идеальная месть. Возьмите печенье орео и вытащите начинку. Выдавите немного пасты внутрь печенья, так, чтобы она выглядела как обычная начинка. Вкусно? Соедините половинки печенья и хорошо прижмите их друг к другу. Совсем как настоящее, да? О, доброе утро, Эмми. Привет. Итак, вот мой блокнот и мое печенье. Что-что, Эмми? Хочешь мои орео? Хм, да, спасибо. Ммм, у этой странный мятный вкус, не очень-то приятный. Быстро принесите кто-нибудь мусорное ведро, это хорошо не кончится. Эй, смотри, куда идешь. Ммм, все мои записи разлетелись. Так, главное не паникуй. Недотепа. Давай посмотрим, смогу ли я это исправить. Можно я возьму твой степлер? Теперь мои листы никогда не перепутаются. Кажется, в этом степлере закончились крепкие. Что-то у меня сегодня все не складывается. Стоп, я знаю, что делать. Если у вас есть нож для бумаги, сделайте два надреза в углу ваших листов. Вот так. Теперь отогните уголок назад и проденьте его в разрез. Больше мои бумаги никуда не разлетятся. Знаю, что вы под впечатлением. Зовите меня просто королева смекалки. Почему после обеда мои глаза закрываются сами по себе? Вам скучно на моем уроке, София? Проснитесь! Что? О, нет, я что, опять уснула? Минуточку. У меня есть идея. Хотите обзавестись очками, которые помогут вам высидеть даже самую скучную лекцию? Распечатайте свою фотографию, на которой вы в очках, как здесь. Вырежьте линзы из очков. А потом приклейте их к своим настоящим очкам. Используйте двусторонний скотч или прозрачный клей. Идеальный размер. Вау, выглядит очень реалистично. Так что на следующей скучной лекции, когда вас будет клонить ко сну, наденьте своих маленьких помощников и отправляйтесь в страну грез. Эй, София, ты... М? София? А, теперь понятно. Одолжу ей свои конспекты позже. Они ей точно понадобятся. Сладких снов, подруга. Наслаждайтесь видом. Правда, кое-кто не может оторваться от экрана. Серьезно, как она сейчас может смотреть в телефон? Смотри. Спасибо. Я думаю, что настала пора прекратить это. Вау! Круто, верно? Хотите узнать, как повторить подобное? У вас есть с собой маникюрные ножницы? Тогда сделайте в пластиковой бутылке разрез. Вот такой. Убедитесь, что он по длине соответствует телефону. Ей, отдайте. И как мне теперь ответить моему парню, Алике? Вау, она действительно поверила. Ах, наконец-то разобралась. Слава богу. Ну, по крайней мере, мы пытались. Ладно, отвечу Кайлу позже. Так и быть. Ну что, теперь мы можем насладиться этим живописным видом? Что, экзамен перенесли на 12? Да блин, я же опоздаю. Лучше хватай вещи и беги, София. Это мне тоже надо взять. Красивые туфли, но ты уверена, что сможешь в них бежать? Почти на месте, почти на месте. София, твоя туфля. Эй, Золушка, твоё? Да, да. Наверное, потеряла, когда спускалась. Ох, спасибо большое. Если ноги выскальзывают из туфель, возьмите стильный браслет. Нанесите немного клея на один конец ленточки и согните её так, чтобы браслет оказался внутри. Идеально. Теперь добавьте ещё клея на задний туфель. Вот так. Приклейте ту же ленту к туфлям. Видите? Теперь ваши туфельки точно никогда не соскользнут. Этот лайфхак не только полезный, но и очень красивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»